Ошибка была в том, что мы позволили Мейл.ру как-то вклиниться между нами. Возможно, надо было просто с Пашей больше общаться, проводить время. Деньги, на самом деле, были большие. Там была большая оценка, большая сделка. Почти 2 миллиарда? Нет, было больше. Больше? Было 3 миллиарда. Мы были слишком молодые и неопытные, чтобы лезть в эту войну. Лев Левиев никогда не давал интервью. А между тем, он довольно важный человек в российском интернете. Он был одним из трех ключевых фаундеров ВКонтакте наравне с Славой Мирилашвили и Павлом Дуровым. И он никогда не рассказывал свою версию о том, как была создана эта компания, как ее продавали, почему продавали, что произошло, какие отношения связывали трех фаундеров. И сегодня вы услышите эту историю впервые. Ты никогда не давал больших интервью. Никогда практически о себе ничего не рассказывал. Поэтому я воспользуюсь и начну с самого начала. Каково это в 15 лет переехать из Волгограда в Израиль? С Трусового? Нет, на самом деле я очень хотел. Для меня казалось, это какая-то другая жизнь, независимая. Буду жить с бабушкой, школа, иностранцы. Мне это казалось жутко интересным. Я часто ездил в Волгограде. По своей инициативе? Родители мне рассказали об этой школе, потому что они общались с кем-то, кто там учился. И вот мы это обсудили. Они сказали, вот есть такая школа, хочешь поехать? Я сказал, да. А чем родители занимались? Просто предпринимательский бизнес в Волгограде. Какая-то недвижимость. До этого в 90-е там какие-то купи-продай бартеры. А какие вообще ощущения были от 90-х в Волгограде? У меня от Москвы-то были жутковатые. Ты знаешь, я, наверное, плохо помню ощущения, но я точно помню, что я не хотел туда возвращаться. Почему? Не знаю, но после Америки, после Канады, после Израиля, мне вот это какое-то ощущение вот этой свободы, отсутствие коррупции, мне казалось, это очень круто. Я не хочу туда возвращаться, я хочу жить в этих странах. А ты в 15 лет чувствовал корову, в 14 лет чувствовал корову? Ну, я об этом, наверное, думал, да, как-то это осознавал. Ну, я даже на уровне дать взятку гаишнику или что-то такое. Плюс еще была в Волгограде, там была не очень ситуация, там, по-моему, Чинская война где-то была вторая. Вторая. И родственника нашего похитили, увезли в Чечню. И мне, то есть, родители мне тогда это не говорили, но они, видимо, сильно об этом переживали. И вот часть того, что меня отправили в Израиль, это было вот именно по этой причине. Похитили из Волгограда? Да, похитили из Волгограда, там, отрезали пальцы, присылали. Ну, не отцу, там, родственник, ну, отцу тоже как-то. Человек выжил? Да, да, выжил, вернулся. По РТ даже была передача там про группу, 5 человек там было, сколько-то. Их поймали? Ну, их вернули, да. Ну, то есть родители отчасти просто эвакуировали тебя в поле? Да, да. Что это была за школа, и почему вы ее всей семьей выбрали? Это была американская школа в Израиле, в Герцелии. Ну, просто это, наверное, единственная американская школа в Израиле. То есть в израильскую школу я идти не хотел, а родители хотели, чтобы я получил международное образование. И в дальнейшем уехал учиться куда-то за границу. Из Волгограда это было бы сложно сделать. Поэтому я им благодарен за эту возможность. А сразу в Америку нельзя было? Ну, как-то странно, в американскую школу в Израиле, поэтому про Америку. Ну, в Израиле бабушка, в Израиле родственники. В 14 лет все-таки им поспокойнее туда отправить. Есть квартира, дом. В Америку это было бы только в boarding school. А вот эта школа в Израиле, я так понимаю, что как раз там у тебя завязалось важное знакомство и важные знакомства. Да, я работал со своим будущим партнером. И много еще друзей, с кем мы до сих пор работаем. Мы оба попали в 9 класс. Я говорю о Славе. Слава Мирилашвили. Да, Слава Мирилашвили. И мы сидели за одной партой с 9 класса. И оттуда в Канаду? Да, оттуда в Канаду. Это было интересно. Я ни разу не был в Канаде. Я когда получил письмо, что я поступил, очень радовался, прыгал в комнате один. Купил билет. У меня не было ни телефона, ни банковского счета. Просто взял сколько-то наличных. Один полетел туда. И распечатал, где у меня находится общежитие. Недели за две до начала университета я поехал. Первую неделю я открывал банковский счет, покупал телефон. Мы все через это проходили. Да, это было интересно. И тем не менее, после университета ты возвращаешься в Санкт-Петербург. Да. Мне было жутко интересно. Меня пригласила семья моего друга Славы вернуться поработать вместе с ним. Он возвращался в Россию. И, во-первых, мне приятно было с ним работать. Такая возможность. Мне показалось интересной. Я решил переехать. А Мирил Ашвили старший в этот момент был в заключении. В санатории. Это так называется. Да, в санатории. Вы же были совсем молодыми ребятами. Вот просто пацаны какие-то. Вы только бакалавриат закончили. Да. Ну, просто салаги. Мы приехали, была вот эта большая империя. И нам сказали... Ну, то есть, сала была возможность что-то делать. Ну, не обязательно что-нибудь. Ну, можно какой-то бизнес, деньги есть. В принципе, финансирование есть. И, то есть, мы начали как бы работать... Я работал там аналитиком в одном из бизнесов. И параллельно мы думали, что мы можем делать своё. Потому что мы всегда хотели свой бизнес делать вместе. Вот. А ты всегда хотел свой бизнес делать? Ну, я как-то всегда воспринял, что я буду бизнесменом. Я не знаю, то ли это еврейские какие-то гены. Или там... Ну, просто так выросли, что вот надо заниматься бизнесом. И что вы начали делать, 22-летние бизнесмены? Мы начали делать терминалы для приёма платежей. Это были наши первые попытки. Потому что был большой горный бизнес с большой сетью залов. И это смешная история, потому что там была ошибка в отчёте. И, исходя из этой ошибки, мы как бы начали бизнес. Была ошибка в отчёте, который я смотрел за какой-то период. И там была большая сумма от приёма платежей на телефоны. То есть люди приходили, как мне показалось, в кассу и пополняли телефон. Я говорю, давай поставим терминал. Зачем в кассу, если такие большие цифры? Поток клиентов. Поток клиентов. Ничего арендовать не надо. Поставим и будем, значит, построим сеть терминалов. Оказалось, что нет. В какое-то время, что нету такого потока, что люди там не кладут так много денег. Это просто какой-то до этого менеджер аккумулировал все предыдущие месяца в один период. Ну, или как-то там, короче, была какая-то... Короче, бухгалтерия. Да, короче, бухгалтерия. Накосячила. И это говорит о важности цифр и отчётов. И вот мы приняли неправильное решение, но в итоге мы через 6 месяцев продали этот бизнес за счёт того, что у нас были неплохие локации, включая пару торговых центров, и просто продали готовые арендные договора. Слушай, есть каноническое описание из книжки «Кот Дурова», которую написал мой коллега Николай Кононов. про то, как вот ровно после этих терминалов случилось во ВКонтакте. Ты вообще читал эту голову? Я ПДФ-ку, как там, контролев, искал упоминания и смотрел, что вокруг, но не читал, потому что... Двенадцать упоминаний я сегодня посмотрела. Ну, просто мы со Славой не дали интервью. То есть я с ним встречался, с Коновым, но мы не стали комментировать. И дальше сама книга сложилась больше со слов Павла, чем с наших. А расскажи своё впечатление. Потому что все люди запоминают по-разному, о чём происходило. Но вот эти первые дни, как получилось, собственно, что вы сделали в контакт? Ну, значит, Слава в какой-то день открыл газету «Дело Петербург». Там на последних страницах была какая-то секция про университет или студенческие газеты. И он увидел там фотографии Павла. По-моему, это была статья о его студенческом форуме. И он сказал, слушай, я с ним учился, умный парень, давай его как-нибудь позовём, пообщаемся. Может, что-нибудь, не знаю, придумал. Не было тогда идеи. Просто Слава цеплялся больше за тот хороший парень, умный, я его знаю. То есть можно привести, что-то подумать. Команда. Команда, да. То есть, ну, я думаю, что в бизнесе его отца у него сложилось, что важно иметь людей, которым ты можешь доверять, умных людей. И по этому принципу... То есть тогда, наверное, меньше профессиональные качества ценились, чем доверие. И вот он его позвал как-то, и поговорил, узнал, что он делает. И в какой-то момент он рассказал про Фейсбук. Я не помню, первая, третья, вторая, уже не помню, честно. И мы Паше показали. А ты пользовался Фейсбуком? Да, конечно. То есть мы со Славой пользовались Фейсбуком со времён, когда он стал открытый для университетов. То есть зарегистрироваться можно было только, если у тебя был имейл какого-то университета. И в ваших университетах? Это второй курс. Тогда он был сильно похож на ВКонтакте, который мы делали. Тут это был вопрос, кто на кого похож. Не, ну понятно, что мы брали дизайн оттуда. Как бы зачем придумать новое, если работает. Тем более, что Паша всегда говорил, что Фейсбук тоже это скопировал с какой-то книжки дизайна, где это упоминалось, там, структура сайта. Всё, в какой-то момент мы... То есть Слав рассказал Паше про Фейсбук, показал. Мы предложили его сделать. Сначала это было предложение сделать на базе его существующего студенческого форума. Потому что так, как там уже были юзеры, и мы думали, что будет легче их туда перенести. Но Павел не захотел это делать. Я думаю, что он просто боялся рисковать, потерять ту аудиторию, которая у него есть. И предложил сделать как бы с нуля. А может, тут не получится, да? Да, может, конечно. Но, слушай, никто не знал, что получится тогда. Это была такая авантюра. Ну да, вообще было непонятно, что соцсети займут, я не знаю, там, 50% нашей. Ну, нам же было видно, что как быстро развивался Фейсбук. Я думаю, что мы не сказали бы тогда, что он станет такой сотней миллиардов долларов, но он рос очень быстро. Это было заметно. А кто что сказал, чтобы делать? Я отвечал за операционную работу. То есть все, что не касается программирования. Это что значит? Это заказ серверов, офисы, бухгалтерия. Ну, все, что нужно было ему, чтобы делать, чтобы программировать сайт. Чтобы, так сказать, бизнес функционировал как-то. Первую версию мы там встретились, обсудили. Там прошел месяц даже или полтора, или два. И он написал первую версию, нам показал. Долгое время мы еще выбирали название, но параллельно уже делали. И все, когда запустили, уже началась активная работа. То есть там уже были у нас конкурсы. Мы начали разыгрывать айподы для тех, кто пригласит больше всего друзей. Паша написал там какой-то серьезный алгоритм, который определял читеров, выявлял победителей. Мы заказывали эти айподы. Я сидел и раздавал победителям, как помню, в кофехаусе в Питере, футболки и айподы. То есть это на самом деле был такой шеринг. И как бы через референсы вы привлекали нового. Изначально мы сделали ВКонтакте закрытым, как Фейсбук. То есть только по инвайтам. И быстро поняли, что это хайп. Ну думали, хайп там наберется, люди в очередь, и откроем, и вдруг все польется. Быстро поняли, что так у нас в России работы не будет, надо открывать. Когда открыли, начали делать конкурсы, это очень сильно повлияло. А деньги-то откуда были? Деньги давал Славин дедушка. Ну то есть мы все, по сути, вкладывали. Слава, 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 дедушка на себя. Я как бы тоже вкладывал, но мне это шло в счет долга, потому что у меня не было денег. То есть я, по сути, взял какой-то долг, и потом достаточно быстрее выплатил. Я читала две разных версии, как вы там что поделили. Значит, в одной версии, в версии Кононова, что у молодежи было по 20, а у старшего Мирилашвили было 40. Это правильно или неправильно? Нет. Или у тебя было 10 с самого начала, у Паши 20? Ну у меня было чуть больше, чем 10. У Паши 20. И остальное у Слава. Ну там что-то, я не знаю, как у них договоренность внутри. Это семья. Да, семья, как бы они дальше между собой как-то это делили. Ты стал исполнительным директором. Да. Дуров стал генеральным. Да. Почему вы так решили? Ну Паше это было важно. Ну он отвечал за всю разработку, но мы достаточно часто собирались вместе, обсуждали, в том числе и фичи, направления. То есть мы достаточно близко и плотно работали все вместе. А какой была роль старшего брата Паши Николая? Они работали вместе. Я так понимаю, что он писал бэкэнды или какую-то серверную часть. То есть Паша больше как фронтэнд, Николай как бэкэнд. Потому что Николай-то известен, широко известен как раз в узких кругах, как гениальный программист, который выиграл. Который выиграл математик. И математик, и программист. Выиграл олимпиады. Какие-то сложные алгоритмы писал, управление тысячами серверов. Вот это все. Просто странно себе представить, как бы во всей, опять же, канонически известной истории фигурирует только Паша. А что делали остальные, непонятно. С другой стороны, я с трудом себе представляю 23-летнего парня, который там... Я инвестор. Не, ну мы не инвесторы, мы же фаундеры. Да, вы фаундеры. Мы основали эту компанию. То есть мы подсоединемся как финансовые акционеры. То есть мы в этом проекте были для того, чтобы заработать деньги. Эта мысль, кстати, с самого начала была. То есть не мировое господство. Зачем создавать бизнес? Не мировое господство. Нет. И твоя... Мы достаточно прагматичные люди. Нам интересно было строить компанию. Это опыт, это офигенные возможности. Но мы создавали бизнес. Бизнес делался для того, чтобы заработать. Что нужно, чтобы построить успешный бизнес? Много свободного времени? Качественный продукт? Деньги? Сотрудники? Для успешного бизнеса нужно кое-что еще. Вдохновение. А что может вдохновлять сильнее собственного дома? Особенно, если в нем действительно удобно жить, работать и отдыхать. Фили-Сити от девелопера МР Групп – это уникальный жилой комплекс, созданный для деловых людей. Это бизнес-класс в самом сердце города. Три минуты до метро Фили и 10 минут на машине до Москва-Сити. Идеальное расположение – не единственное достоинство. Будущие жители Фили-Сити будут отлично себя чувствовать не только у себя в квартирах, но и в общественных пространствах. Вместе с домами на территории комплекса появятся кафе, рестораны, спортивные площадки и даже свой парк и площадь спонтанными. Вести дела в Фили-Сити можно, не выходя из дома. Wi-Fi-покрытие предусмотрено во всех гостевых зонах. Внешний вид домов от известных архитектурных бюро ADM и Speech впечатляет. Каждая входная группа обладает авторским дизайном, так что ее не хочется покидать. Здесь будут детский сад, площадки для детей разных возрастов, и для этого достаточно просто спуститься на лифте. У Фили-Сити охраняемая закрытая территория. Доступ туда и в подъезды осуществляется под печатком пальцев. Наслаждаться каждым моментом дома можно, не беспокоясь о приватности и безопасности. Прямо сейчас у вас есть возможность выгодно приобрести квартиру без отделки или с предчистовой отделкой. Сдача комплекса намечена на четвертый квартал следующего года. Фили-Сити – место, которое вдохновляет. Девелопер MR Group. Я посмотрела по Википедии просто шаги, скорость, с которой компания развивалась. Это похоже на такой, ну просто фантастический какой-то фильм. То есть особенно первые годы, там фича, 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 новое, 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 это вставили, это вставили, там платежи и так далее. Как у вас это происходило вообще? Потому что такую динамику держать, ну это просто… Вы же ничего не знали, вы же не знали, как это делать. Ну, нам были примеры, куда можно было посмотреть. Ну, Facebook, там что-то делали одноклассники. Тогда они были достаточно маленькие, неактивные, стали на самом деле более активные, когда уже Широков пришел. Ну, может, чуть-чуть до этого. Не знаю, но достаточно хорошо анализировали поведение пользователей, какие-то тренды смотрели, и у нас была там статистика внутренняя, и обсуждали, какие фичеры будем. То есть вместе даже я, Слава, Паша, то есть часто собирались и обсуждали, что мы будем делать дальше. Через полгода вашего триумфального роста, да, вы как-то очень быстро росли, но через полгода появляется Юрий Миллер, инвестор в обществе. Много разных инвесторов стали появляться, даже Попков из Одноклассников приходил, что-то предлагал. Еще кто-то, по-моему, тогда Ишиндровича, может быть, познакомил. Я думаю, Слава, с учетом того, что его семья была достаточно богатая, ему было намного проще воспринимать большие цифры. То есть ему сложнее было удивить миллионами долларов, чем, допустим, меня или Пашу. И поэтому он сыграл ключевую роль в переговорах, то есть он не придешевил, он торговался от нас с Юрием, и мы получили достаточно хорошую оценку на старте. И потом... И как вас оценили? Это уж такие прошлые дела. Он приходил с оценкой в 3 миллиона долларов. Что было очень грустно и смешно. Мильлер пришел, по-моему, с 30 миллионами оценки. Сразу видел, серьезный человек. Серьезный человек. И в итоге, по-моему, первая часть, у нас там было много частей, там какая-то часть сразу, потом опцион по более высокой оценке. 50 миллионов, по которой мы продали первую часть, небольшую. Оценка. Да, и дальше все, росло намного быстрее. За счет того, что просто пришли деньги в компанию и... Ну, просто продолжался наш рост. Я не сказал бы, что... То есть деньги нам дали возможность вкладывать, расти. Основные расходы – это были сервера. Надо было постоянно покупать сервера, потому что разработчиков у нас никогда не было много. До сих пор там немного разработчиков. Паша работал с дома, не хотел даже офис брать долгое время. И деньги должны были только для сервера. Мы договорились, что будет деньги, инвестиция, кэш-аут. И мы будем все вместе пропорционально эти деньги докладывать обратно по мере надности. То есть мы не хотели положить в компанию, там, не знаю, 10 миллионов долларов. И на них расти. Мы хотели забрать их себе. И дальше, если надо компанию миллион долларов, все сложились, положили. Надо еще миллион. Вот так мы делаем. И вы докладывали? Да. Это пропорционально нашим долям. Когда я смотрел вот уже на эту ситуацию, так, ну, как глазами журналиста, что ли, это там начинается такая немного псевдоаналитика, которую, наверное, человеку изнутри, который вообще знает ситуацию. Это диванная аналитика, да? Да, диванная аналитика. Может быть, немножко смешно, но тем не менее. В какой-то момент вот эта вот доля Миллера стала частью Mail.ru. Да. Я вот пытаюсь себе представить, что бы было, если бы доля какого-нибудь инвестора в Фейсбуке стала частью Гугла. Был бы Фейсбук... Это для нас тоже был сюрпризом. То есть для вас вы на это не рассчитывали? Нет. На эту историю? Нет. Ну, к нам заходил ДСТ как инвестор, а в итоге трансформировался в стратега. Проблема, которая у нас была, это когда мы делали договор акционеров, мы рассматривали ДСТ как инвестора. И там были у них какие-то права, которые нам позволяли или не позволяли сделать IPO. Ну, то есть нужно было их согласие, помню, что-то такое. И заключая такой договор, мы понимаем, что инвестор, в принципе, хочет заработать и не будет против IPO. А ситуация с Mail немножко изменилась. То есть им не нужно было IPO ВКонтакте. И поэтому наши варианты выхода сильно сократились, когда нашим инвестором стал стратег, который мог блокировать какую-то продажу или IPO, или вход нового инвестора. В принципе, вот я посмотрела фильм «Лошакат» уже, «Холивар», где говорится, что в принципе у вас все было довольно nice с Миллером, так мило. И вы просто встречались, и я так понимаю, что вы сейчас прекрасно общаетесь. Но когда все-таки это произошло и переехало к Миллу, вы как-то эту ситуацию обсудили, что она для ВКонтакте, в принципе, не самая лучшая? Вот как-то они это гладко сумели провести. При этом там просто когда-нибудь консолидируешься, там еще была сделка, где мы получили еще больше кэш-аута по высокой оценке. То есть мы понимали, что в любом случае мы сохраняем контроль над компанией, потому что вот сделка 2010 года была, у Милла стала 40, по-моему, 40 процентов по высокой оценке. Это было как раз перед их IPO. То есть мы думали, что в принципе можем с этим жить. Так как Миллу в принципе заявлял, что они собираются консолидировать социальную сеть ВКонтакте, мы полагали, что у нас, наоборот, тоже будет какой-то рычаг, если они захотят там все выкупить, то им придется там заплатить. Но это была бы ситуация, если мы все вместе держались. Мне казалось, опять же, из прочитанного и услышанного, что Павел был настроен несколько иначе, что у него-то была мысль про увеличение этой компании, про такое господство, может быть, даже построение глобальной истории. На самом деле у нас была возможность продать все в Миллу. Это тот момент, когда Паша показал третий палец. И все были, как говорится, онборд. То есть и Паша, и я, и Слава, мы делали эту сделку, я делал эту сделку. Но Мэйл, там представители Мэйла, они решили нас разделить. Значит, Слава и я, как финансовые, такие некритические люди, отдельно, Пашу отдельно. Потому что они, видимо, почувствовали, что вы так забыли. Я думаю, что им важно было его как-то удержать. Они, наверное, боялись, что они не смогут этой штукой всей управлять, если вдруг он получит деньги и резко уйдет. И им хотелось иметь какой-то другой договор с ним, где у них был бы какой-то рычаг. То есть мы сделали нашу сделку, наши договора. Потом они перешли на Павла. И там они просто сделали какие-то ошибки. А факты почему вот этот появился? Ну, потому что они пытались его... То есть они предложили им какой-то договор, который был не очень дружелюбный к нему. И я не знаю деталей этого договора, что я не видел. Но, насколько я понял, там были какие-то условия, где он мог что-то деньги потерять или они могли удержать, если там что-то ломалось или не работало. Ну, какие-то были неправильные пункты, которые они внесли. То есть они не знали Павла, не знали, как с ним надо общаться. И они немножко его передавили, на что он сказал, пошли вы. А ты понимал тогда, как надо с Павлом общаться? Ну, конечно. А как? Ну, мы с ним, считай, вместе вырастили эту штуку. То есть мы были... мы есть, то есть мы общаемся. Ну, надо просто понимать его точку зрения, что ему важно, что он не будет кого-то кидать, он не будет уходить. То есть ему важно это то, что он создал. То есть у него есть ответственность. Он ответственный человек. Они просто пригласили там какие-то топ-менеджеры, там, mail.ru slash USM, которые, в принципе, не понимали, что он разработчик, что он умный, интеллигентный парень. То есть они не понимали его мотивацию, на самом деле? Да. Ну, то есть они в итоге подход к нему, конечно, нашли, но в тот момент они просто передавили. Важно сказать, что в тот момент, когда mail сильно на него разозлился, то есть они к нам пришли и сказали, готовы ли вы продать без Павла. То есть у нас, если бы мы продали, это было 52%, по-моему, да, что-то такое. Ну, или 48%, по-моему, 48%. И на что мы сказали, то есть нет. То есть это наш партнер, это наш друг. Потому что мы понимали, если мы продали, то он остался бы в руках mail, который его сажали. Да, и с маленькой долей, с которой он ничего не может сделать. И насколько, ну, то есть деньги, на самом деле, были большие. Там была большая оценка, большая сделка. Почти 2 миллиарда? Нет, было больше. Больше? Было 3 миллиарда. И мы отказались от этой сделки. Мы поговорили, что у нас наши принципы важнее. То есть у нас были какие-то принципы, которые мы прописывали еще вначале. Формально или неформально? Ну, на бумаге, неформально. Какие три мушкетера. Ну, да, нам кто-то оказался формально. А что за принципы? Ну, там лояльность, честность, прозрачность, говорить друг другу, что думаем. Что в какой момент пошло не так? Ну, наши интересы просто немножко разошлись в какой-то момент. Мы все-таки хотели бороться с mail'ом и искать себе другого покупателя, ну, или инвестора. Потому что, имея одного покупателя, инвестора, то есть нельзя получить оптимальную цену. Но с этим новым инвестором должна была прийти новая ответственность. То есть с миллером и с mail'ом было достаточно просто. Они уже вас знали. Знали, никого гаванность там не нужна была, никто ничего не проверял. То есть все работало, отчеты там. Ну, я же говорю, встретились в ресторане, прошлись по статистике, дальше о чем хочешь, о том и говори. И тут, я думаю, что Павла немножко напрягло то, что может появиться еще одна страна, перед которой нужно будет отчитываться. Или что-то там. Ну, как-то они смогут ограничивать его решение. То есть все-таки ваши расхождения были в основном про продажу, а не про то, как развивать эту компанию в будущем? Нет, конечно, про продажу. То есть у всех было ощущение, что нужно рано или поздно из нее выходить? Да. Почему? Вот Цукербергу скажи, выходи из компании, он куда не пойдет. Ему сейчас говорят. Ну, не знаю, мы выросли, мы считали, что оценка была хорошая, то есть прошли хороший этап, можно было монетизировать, мне кажется, нормально. То есть все, ну, какие-то фаундеры решают продавать, какие-то нет. Это связано было как-то с тем, что вы стали большие, какие-то политические? Нет, это вообще не было связано. Нет? Нет. Внимание, может быть? Нет, тогда еще не было внимания. Внимание было потом, когда уже там деньги из окна полетели. Это еще было до денег из окна? Да, да, да. Ну, внимание было, конечно, там и с выборами было. Не то, что внимание обострилась немножко ситуация, когда там люди уходили, и Паша там постил какие-то опросы, которые просто провоцировали. Там на страницу себя запостил опрос, кто там победит, Прохоров или Путин, по-моему. Ну, а что такого, в принципе? Нет, ничего такого. Не знаю, ну зачем, то есть... Ну, просто начался какой-то протест на этом движении, и... Опять же, мы про бизнес, да, то есть мы не хотели ввязать в политику. Мы не блокировали никакие сообщества, мы... То есть все, что с законом связано, мы реагировали. И делали там законы о милиции, всякие там выполняли. Но вот входить прям активно в политическую деятельность, нам со славой не очень хотелось, потому что это не наша была задача. Паша, конечно, судя по его действиям... До сих пор играет. Судя по его действиям, он, ну, так сказать, у него есть четко выраженная позиция. Но безотносительно даже его позиции, даже если бы вы все молчали, социальная сеть, которой пользуется 100 миллионов человек в месяц в России, не может остаться без внимания. Просто тогда власть только понимала, что для нее это важно. Мы не чувствовали на себя это внимание. Возможно, Мэйлру Усманов чувствовали со своей стороны, так как они как бы владели... Я слышала, что очень чувствовали. Да, то есть тут, наверное, больше ответственность на них была. Нам тут немножко было легче. Ну, просто, скажем так, вы ее начинали строить, когда власть еще не интересовалась интернетом как таковым. Там были какие-то вопросы с прессой. До этого четкие были вопросы по телевидению, и телевидение полностью ушло под контроль. А интернет – это была какая-то, ну, если так грубо сказать, песочница, где 22-летние что-то там колдовали. А потом раз, а там весь электорат. Это было после Арабской весны. Ну, Арабской весны и, на самом деле, Болотной площади. То есть раз, а все там. И вот видно, как с помощью социальных сетей это все начинает действовать. То есть это скорее, с моей точки зрения, такое большое стратегическое переключение. Поэтому у вас бы было много давления в любом случае. Ну, вот мы не дошли до этого давления. Может быть, мы как раз-таки вышли, понимая, что это давление рано и поздно появится. А нам оно как бы для бизнеса... Можно стать настолько большим, что потом сложно продать. На примере фаундеров Гугла можно сказать, что у людей может быть своя позиция относительно свободы интернета. Хотя про деньги они тоже очень думают. Но они же отказались от Китая. Так. Жалели, страдали, но все равно отказались. И второй раз сейчас отказались. Но мы просто не хотим дойти до той точки, где нам нужно это выбирать. Поэтому мы решили продать. Что это за история с телефонным звонком, когда на громкую связь поставили ваши переговоры с Mail.ru, и это услышал Дуров, и тут пошел какой-то... Вас выкинули вроде бы из ВКонтакте, вашей аккаунт удалим. Пошел удалим нашу аккаунт. Это правда? Действительно так было? Да, это так было. Это случилось, потому что наши интересы сильно разошлись. У нас были планы привлечь стороннего инвестора, который помог бы нам бороться с Mail.ru как-то и там выйти дальше на IPO. Нам нужен был помимо нас какой-то противовес этим гигантам. Но Павел не очень хотел, наверное, видеть этих инвесторов других. То есть Mail.ru нашел какой-то к нему подход. И вот тут наши интересы разошлись. И мы начали обсуждать разные сценарии с представителем Mail.ru. И просто этот разговор сделали... Ну там не громкая связь. Там хитро поступили. На самом деле это тоже для нас урок. Человек сказал, что он сейчас секундочку плохая связь перезвонит. Видимо, набрал Пашу и набрал нас одновременно. Но это ничего такого, чтобы мы не сказали ему напрямую, если бы мы с ним пообщались. Просто в тот момент мы не общались, потому что он начал какие-то вещи делать против наших интересов. И мы решили пообщаться с другим акционером, который у нас в компании. Был момент, когда вы вообще перестали разговаривать? Да, конечно. И не могли друг до друга достучаться? Ну мы даже не пытались. И вы не пытались? И он не пытался? Да. Ну то есть был момент, когда он даже запретил всем компаниям с нами общаться. То есть нас отрезали от информации. А как же с полонетным директором работать? Они меня собирались уволить, но я сам решил уволиться. Чтобы не воевать со своей же компанией. Где-то, наверное, с обеих сторон была ошибка какая-то допущенная? Да, я думаю, что была ошибка в том, что мы дали просто третьей стороны вмешаться в наши отношения. И вот как бы... Потому что Слава... Славин отец вышел из санатория и переехал в Израиль. Слава переехал с семьей туда, чтобы быть поближе, провести время. И они достаточно близко с Пашей общались и дружили. И мне кажется, просто в какой-то момент общения стало меньше. И Паша как бы стал... Чувствую себя, что он больше один. Хотя мы продолжали там все обсуждать. И опять же, мы хотели бороться с Мэйлом, привлекать там других инвесторов. Он не хотел все-таки какой-то ответственности перед новыми людьми. Ему было комфортно с теми, которые были. А им было комфортно то, что он делал, то, что это как бы давило на нас. Ну, Мэйлу-то понятно, это было выгодно. Да, Мэйлу-то было выгодно. То есть, я думаю, что ошибка была в том, что мы позволили Мэйл.ру как-то вклиниться между нами. И, то есть, возможно, надо было просто с Пашей больше общаться, проводить время. Вы не пытались сесть там, я не знаю, с бутылкой или без, и поговорить? Паша же не пьет у нас в корпоративе без алкоголя. Не пытались сесть, давайте поговорим, ну, как-то разрулим, договоримся? Нас пытаются развести. Пытались, но, мне кажется, там просто как-то по-другому Пашу замотивировали, что наш какой-то выход определенный был бы для него каким-то бенефтом. То есть, я точных деталей не знаю, но у меня было такое ощущение, что его как бы замотивировали на то, насколько дешево нас могут выкупить. А постфактум не обсуждали с ним эту историю? Ну, я с ним обсуждал, мы с ним встречались, там, разговаривали, там, ну, у нас, на самом деле, хорошие с ним отношения, мы общаемся. То есть, он понимает, почему это случилось, да, там, какие силы на него там повлияли. Ну, мы-то понимаем, стараемся не поднимать эту тему. Ну, мы довольны выходом, то, как все случилось. Я думаю, что он доволен. То есть, в итоге получилось, все довольны, мы вышли вовремя, потом было бы намного сложнее выходить. Откуда взялся ваш выход? Откуда появился вообще Илья Щербович? Как это все было? Там было, на самом деле, помимо Щербовича, другие инвесторы. Малафеев? Малафеев тоже был. А еще? Еще был большой фонд, с которым вели переговоры, но там не получилось. Ну, я не буду говорить детали, но международный там с большим российским присутствием. И Беринг? С Берингом тоже общались, да. Что, кстати, странно, что Беринг как-то не проявился. Ну, они оценили тоже как финансовый. То есть, там сложно было с точки зрения структуры сделки. То есть, они должны были взять на себя какие-то тоже риски. Но это обсуждалось. То есть, они рассматривали. Причем, это было вместе с Пашей тогда. То есть, это был вот тот противовес, который мы рассматривали Mail.ru. Хороший противовес. Да. И по цене не договорились? Нет, по цене договорились. Ну, то есть, более-менее понимание было нормальное. По цене, по-моему, как раз вот Паша в какой-то момент съехал. А они хотели всё? Нет, не всё. Изначально мы обсуждали, что они зайдут к нам. И дальше уже будем прожимать Mail на то, чтобы нам дать возможность сделать IPO. Слава богу, что-то не случилось. Честно. После 2014 года всё пошло сильно вниз. Они бы не сделали. И мы бы никогда не получили те деньги, которые мы получили. Но всё-таки в какой-то момент вы выбрали Щербовича. Да. Почему? Я думаю, что UCP достаточно большой фонд, который умеет работать с инвесторами в больших компаниях. То есть они... Сложный случай разбирать. Ну, конечно. То есть на этом тоже можно заработать. Когда ты можешь с помощью corporate governments решить какой-то акционерный конфликт, то на этом можно заработать. И они достаточно хорошо работают с corporate governments, насколько я знаю, по другим компаниям тоже. И, возможно, они просто увидели возможность заработать, видя вот этот конфликт. И пришли к нам. Расскажи всё-таки, как вот вы с Ильёй, я не знаю, первая встреча, что происходило? Сам позвонил. Вы ему позвонили. Как-то кто вас слил? Сейчас не вспомню. Но слили через общих знакомых. И мы их встретились, по-моему, в Израиле. Была первая встреча. И долго торговались? Или вы сразу как-то... Нет, достаточно быстро. Ну, он там занял какой-то процесс. То есть был сначала документы, торг, там... То есть они нормально подошли. То есть там привлекались какие-то инвесторные фонды, которые с нашей стороны делали, а с их стороны. И где-то мы в середине договорились. На самом деле очень приятные люди. То есть я поддерживаю связь с некоторым инвестиционным директором оттуда. Они рассматривали тоже и SelectL в качестве инвестиций. У меня положительные эмоции после этой сделки. Опять же, мы все счастливы. Конечно, были... Там были дальше тёрки по поводу телеграмма. Но в итоге всё разрешилось. Все подписали, что ни у кого претензий, никому нет. Но на самом деле в тот момент этот процесс не был таким безболезненным. Не был, конечно. Там было преимущественное право, что всё-таки вы должны были предложить существующим акционерам. Но поскольку вы не сказали, что офшоры могут продать, то есть собственники акции могут продать, вы не могли продать акции. То есть вы так изящно обошли... Не совсем. Изящно обошли. Ну точно в договоре в прямом было, прежде всего, право, но в договоре не было ограничено право продажа уровнем выше. И об этом знали все. Потому что когда мы с Пашей обсуждали возможности IPO без мейла, в том числе рассматривалась эта схема. И даже вход Беринга или каких-то других инвесторов рассматривался через эту схему, чтобы мейл не мог это блокировать. Это нормальная юридическая схема, которая не была ограничена договором. И мы её использовались. Ну то есть в итоге вы в своих отношениях реализовали ту схему, которую вы планировали реализовать против стороннего... Да. Ну да. То есть на мое рабочая юридическая схема, которая полностью легальна. Буква закона, она соответствует полностью. Да. А соответствует ли она духу партнёрских отношений? На тот момент да. В смысле, что их уже особо и не было? Ну потому что мы не первые. Мы не были первые, кто нарушил наши партнёрские соглашения. А кто нарушил? Ну кто нашёл партнёры? А в чём? Ну я же говорю, наши интересы разошлись. И в какой-то момент это было сильно очевидно. И нас просто... Не хочу сказать, нас давили или пытались выжить, но какие-то такие действия не происходили. Мы считаем, что мы защищали свои интересы и свою позицию. Ну то есть понятейно, грубо говоря, вы считали, что вы в своём праве? Да, конечно. Всё, что потом стало происходить, вот этот расколбас в контакте с этим наездом на ГАИшника и все эти там дальнейшие скандалы. Как это извне осмотрелось? Весело. Весело? Грустно? Весело и нервно. Нет, ну у нас параллельно был какой-то там юридический процесс о том, что они как раз говорили, что сделка была неправоверной, потому что мы не дали возможности им бы участвовать. Мы защищались. Параллельно Паша воевал и с Мэйлом, и с ЮСП по очереди. Как-то они там менялись, враги. Всё. Ну мы нервно наблюдали, потому что там часть денег какая-то была отложена на случай каких-то там ситуаций. Ну так обычно делают инвесторы, называется, кладёт часть денег от 10-20% в эскроу в банке. Если мы предоставили неверную информацию о бизнесе, то они имеют право это удерживать. А, то есть мы могли ещё не всё получить. Да, мы ещё не всё получили, да. Ну у ЮСП были какие-то свои рычаги, плюс с Телеграмом были претензии и с мейла со стороны ЮСП, потому что Телеграм изначально делался, можно сказать, силами ВКонтакте. И в итоге ЮСП продал мейлу, отпустили Пашу с Телеграмом и отпустили нас. Телеграм ещё при вас всех начинал делать? Нет, это когда уже нас отрезали от информации, ну то есть после нашего конфликта. Я думаю, что это тогда, когда Паша уже понимал, что он тоже будет рано или поздно выходить, и он себе нашёл то, что он хочет. Нашёл какое-то занятие. Да. Ну не занятие, я думаю, что он прекрасно видел, что происходит внутри ВКонтакте, где есть какая-то ниша, которую можно занять, и он начал это делать. И понимал, что на самом деле ему никак не удержаться. И, наверное, и не стоит. Нет, тут я не буду за него говорить, но я думаю, что давление на него было намного больше, чем на нас в итоге, уже после того, как мы вышли. Можно сказать, что вами двигала обида в каком-то смысле? При продаже? Да. Нет? Нет? Нет. То есть вы всегда вдвоём со Славой сохраняли рациональность? Мы были только рады выйти. Даже так? Да. С одной стороны, Павел, который непредсказуемый, очень умный, талантливый парень, но непредсказуемый. С другой стороны, Мэйл и команда Усманова, которые просто акулы. И тут два... Ещё Россия, какая-то политическая там обстановка, и тут два гражданина России, Израиля, контролируют социальную сеть. Довольно молодцы. Мы решили, слушай, мы будем довольны тем, что есть. Нас сожрут. Мы не должны нас сожрут, но мы не хотели как бы... То есть мы были слишком молодые и неопытные, чтобы лезть в эту войну. А в итоге вам же не досталась оценка, которую вам изначально предлагал тот же Мэйл? Ну, конечно, что там конфликты, эта оценка была чуть ниже, но мы довольны сделкой. А до сих пор вы так и не раскрывали? Нет, нельзя. У нас конфиденциальность... И даже вот то, что писали эти 840 миллионов, везде прямо писали в прессе. Я не могу раскрывать цифры. Будет вечная конфиденциальность? Да. Слушай, я, конечно, не могу не спросить. Было много слухов о том, что эту сделку якобы курировал Игорь Иванович Сечин. Вы что-то такое знали? Нет, я знаю, что у Ильи, он был на борде, по-моему, Роснефти, там были какие-то отношения, но... И транснефть. А? И транснефть. Но вот про Сечина я никогда не слышал, что он интересовался нашей сделкой. Или курировал. Не встречался. Может, это тоже вопрос ЮСипи? Нет, конечно. А как еще вот с той ситуацией, что, я так понимаю, вам принадлежали с партнером, вот со словой, сервера, на которых, собственно, хранилось... Нет, не так. Сервера принадлежали ВКонтакте. Нам принадлежали дат-центр, который мы строили. Дат-центр. Дат-центр, который мы строили для того, чтобы ВКонтакте мог масштабироваться. Это было... В 2007 году мы основали компанию. Это была полностью прозрачная схема. И Миллер, и Туров все это знали. То есть мы, по сути, свои деньги вкладывали не было, не хотел вкладывать деньги в капекс. Ну, в железяки. Ну, ВКонтакте покупал сервера, но строить дат-центр это не железяки. Это недвижимость, это электричество. И мы договорились, что мы создадим компанию, которая будет строить дат-центры. ВКонтакте там может размещаться как яхтный клиент. Рыночные условия. Мы можем расти вместе с ВКонтакте, если нам нужно ускориться, потому что ВКонтакте... То есть для нас это была возможность помочь ВКонтакте масштабироваться. Потому что в то время в Питере был один дат-центр размером, наверное, с этой комнаты. В какой момент после всей этой истории вы в первый раз начали разговаривать друг с другом? С Павлом. Ой, хороший вопрос. Я думаю, через год, наверное, сколько мы подписали вот это соглашение со всеми. Что ко всем никто, никому не имеет никаких претензий. А рефлексия у тебя какая-нибудь была вообще по этому? Ну, вот что было не так, что было правильно, что было не правильно? Не, ну, конечно, у меня было эмоционально... Знаешь, ты сейчас так рассказываешь, как будто вообще, ну, все... Я легко прошла. Я раньше был более эмоциональный. Меня это... И мне, мои друзья всегда говорили, что когда заводится какой-то разговор, я начинаю эмоционально реагировать, потому что я... Я знаю справедливость. Шесть лет. Было несправедливо. Да, но сейчас... Где было несправедливо? Ну, вот та ситуация, в которой у нас была, и где нас пытались где-то ущемить наши права. Мне, оказывается, это было несправедливо с счетом того, как мы поступили, допустим, к Паше, когда Мэйл хотел нас выкупить, а его оставить. То есть то, как он поступил потом, мне казалось, было несправедливо. С его стороны, может, выголоть немножко по-другому, и, может, ему преподнесли это по-другому. Но вот это чувство несправедливости, оно у меня осталось. Но я... Опять же, я ситуацию отпустил. Я счастлив в том, как все закончилось. Мы заработали много денег. То есть это был огромный опыт. Я не хотел бы сейчас быть в ВКонтакте, так сказать. Возможно, была бы ситуация, при которой ВКонтакте выросло бы... Ну, потому что последние годы ВКонтакте как имеет эти 40 миллионов в месяц по медиаскопу или там около 100 миллионов по Википедии, скажем так, так и имеет. Он не пошел в зарубежную экспансию, не пошел еще в какие-то платные истории, как WeChat, например. Я всегда всем говорю, что мы построили большую компанию, но мы не построили большой бизнес. Потому что мы настолько быстро выросли от оценки там, не знаю, 50 миллионов до оценки 3 миллиарда, причем мы еще ничего не зарабатывали. То есть у нас не были построены какие-то сложные бизнес-процессы. Тогда доходы были только от рекламы, от игр. Контекция. Ну, то есть и команда была маленькая, на самом деле. Мы, по сути, так быстро выросли, что я даже не успел... То есть не особо научились чему-то. Научились там взаимодействовать с сложными акционерами, с крупными ребятами. Вы научились отношения фаундеров. Это очень важный опыт. И тогда просто команда была маленькая. То есть сложно было с ней делать что-то... Во-первых, нужно было успевать за конкурентами, в том числе за Фейсбуком. А успевать каждый год сложнее и сложнее, потому что у них там, не знаю, сотни тысяч разработчиков, а у нас там, не знаю, 20. При этом мы не могли повлиять на масштабирование. То есть это была Паша на задаче. Ему было комфортно работать в маленькой команде. При этом даже с этими людьми мы делали хороший продукт всегда. Ну, если посмотреть на Телеграм, Телеграм вполне себе глобальный мессенджер. Да. Пришедший на уже довольно, так сказать, развитую почву. Да, это продукт, это не бизнес. Ну, сейчас посмотрим. Нет, с точки зрения ICO, это, конечно, большой, хороший бизнес. Нет, офигенный продукт. Но тоже маленькая команда. Да, то есть... Ну, Фотсап тоже, кстати, был 19-20 человек. Какие еще рефлексии, ну, какие еще выводы для себя ты сделал из этой истории? Именно вот как фаундер или как предприниматель или как будущий инвестор в тот момент будущий? Слушай, ну, много выводов об отношениях. Просто как нужно выстраивать отношения, что лучше заранее прописывать, что не прописывать. То есть какие-то ошибки, которые были. Как? Что? Ну, просто об этом начинаешь думать. То есть, делая любую сделку, ты начинаешь думать о своем предыдущем опыте и как избежать того, что было. Человеческого фактора никогда не избежать. То есть будет Паша или будет другой партнер, который ты вроде бы знаешь достаточно долгое время, но все равно это человек, у него есть свое какое-то мнение. То есть тут никто незащищенный, считаю. Значит, дальше с тобой произошла, насколько я понимаю, интересная трансформация. Ты был фаундером и в какой-то момент переключился на инвестиции. Я стал инвестором просто потому, что у меня были деньги, которые мне нужно было инвестировать. Не потому, что я мечтал стать инвестором. Ну, во-первых, для меня инвестиции это зарабатывание денег. То есть это тот же самый бизнес, если ты его можешь правильно построить. Но изначально просто нужно было куда-то инвестировать деньги, чтобы они не лежали. Мы начали инвестировать еще когда мы были в ВКонтакте, потому что деньги были, там появляются какие-то мелкие компании. Нам казалось, что мы вот такие умные умеем их выбирать. На самом деле все не так. Инвестиции – это отдельный процесс, который надо выстраивать. И много инвестиций, которые вот оттуда идут, какие-то такие, на ощущениях, которые некоторые, кстати, достаточно успешные. Например? Например, Upload Care. Это такая небольшая компания. Недавно подняла деньги от Руны, еще от финского фонда. Я им дал деньги, то есть я со Славой, практически с основания. Мы им дали сотни тысяч долларов, по-моему, еще когда были ВКонтакте. Это… Они занимаются загрузкой файлов, то есть некий API для загрузки файлов, как страйп для платежей, по сути, они некий код, который ты встраиваешь в продукты. Ну, на самом деле, когда ты в достаточно молодом возрасте получаешь относительно большие деньги, в общем, вы получили, в любом случае, чтобы у вас там не было секретного, получили вы примерно там какие-то сотня, сотни миллионов долларов. Это вообще очень много. Это много. С ними же чего-то действительно надо делать. Это же потерять. Я первые свои деньги, 50% своего первого каша, второго каша, по-моему, получил 10 миллионов, я 50% вложил в ДСТ-2. Это была, наверное, самая хорошая инвестиция, которую я сделал. Я так понимаю, ДСТ-2 это фонд, я просто для зрителей говорю, ДСТ-2 это фонд Юрия Миллера. Да. И в ДСТ-4, насколько я понимаю, тоже. Да, и 5, и 6. Ну, то есть я продолжаю вкладывать в этот фонд, потому что это очень хороший фонд, очень хороший менеджер. И не всех же, наверное, берут в ДСТ-2, в ДСТ-4. А что надо сделать? Нет, ну, в ДСТ-2 у нас были отношения, тогда еще, то есть, по-моему, еще мы даже были, да, еще были в ВКонтакте. Тогда ограничений было меньше, сейчас, на самом деле, уже сложно зайти, там есть минимальный какой-то размер. Тогда мне удалось зайти, не удалось зайти, я захотел зайти, мне это дали. И вот с тех пор у меня есть локация, я инвестирую. Я, честно говоря, потратила там сколько-то часов, проходя по кранч-пейс и изучая спектр твоих инвестиций, я не до конца, честно говоря, поняла принцип. Там есть очень разные звери. Есть приложение... Я никогда не вел, то есть там как-то заполнялось, но... Есть приложение, например, Калм, которое я иногда слушаю на ночь, чтобы заснуть. Это недавняя инвестиция, это секондери, то есть был один из инвесторов, который туда вложил, ему нужны были деньги, мы в него выкупили эти акции. При этом, например, есть компания по производству медицинской марихуаны. Каламбекер. Публичная уже компания. Почему такой странный набор? Обычно люди говорят, вот я инвестирую по такому-то принципу. Вот сюда бью. Я инвестирую как в фэмили-офис, то есть как мы личные. В себя. Да, разные инвестиции были сделаны в разное время. То есть у меня, мне нету какой-то задачи в какой-то срок зайти и выйти, у меня нету внешних инвесторов, и я могу выбирать то, что мне нравится. То есть Калм нам понравился бизнес, понравилась цена, потому что... 69 долларов за год просят за музыку. Ну, я считаю, что людям надо больше и больше вот этого как раз-таки медитации, потому что поток информации становится огромным, и справляться с этим стрессом очень сложно. 69 долларов очень долго. Это такой автоматизированный психолог. Ну, да. На сути. Ну, помогает, кстати. Засыпать. Я детям иногда включаю. Какие-то сказки. Значит, да, то есть разные инвестиции были сделаны в разный период, в разные возможности. То есть, ну, в основном мы смотрим это как на... просто на финансовую инвестицию, где видим возможность, там вкладываю. я вложил год назад или больше в киберспорт в Англии, то есть одна из крупнейших в мире фанатик компаний называется. Мне просто нравится эта индустрия, мне понятно, куда она идет, и что там будут большие бизнесы, большие компании. Плюс у меня была возможность, то есть положив достаточно большой чек, попасть на сайт директоров компании. И для меня это было важно. Я когда переехал в Лондон, то есть мне было интересно, то есть участвовать. Социальные связи выстроить? Социальные тоже, но как бы можно было не тратить столько денег, чтобы получить социальные связи, но встать на сайт директоров такой компании было интересно. Нельзя как-то обойти вниманием островок. Да. Эта компания, ну... Сейчас мы его назовем «Emergent Travel». Особенно на фоне банкротства Томаса Кука все это представляется мне ну, какой-то странной инвестицией. Переоцененной. Скажем так. Ну, ты же не знаешь, когда я заходил в нее? Какие этапы? Какие там были раунды? Какие условия? Ты не знаешь, что на самом деле внутри компании? Не знаю. Я поэтому и спрашиваю. Мне очень нравится эта компания. Во-первых, люди, которые управляют. Серж Фаге, который основал, очень интересный человек, очень умный, со своей спецификой. Но он был в компании определенный этап, когда был бурный рост, когда компании стало сложно и нужно было стабилизировать бизнес, может, расти не так быстро. Ему это стало не так интересно. И мы, в принципе, договорились, как можно это передать Феликсу, который мне очень подище, но он есть с ним... Феликс Шпильман, который работал в ДСТ, когда делали сделку ВКонтакте. Там я с ним познакомился. Потом он работал в ДСТ и в стартфонде Юрия Миллера. И он, соответственно, и продал мне островок в первый раз, когда приходил. Теперь он разбирается с этой инвестицией. Но причем не только тебе. То есть там и среди инвесторов и Питер Ти, и Фандерс Фанд, и Эстер Дайсон. Ну, это было еще до этого. Они достаточно... Ну, такой пулу собрали. Ну, они молодцы. То есть я же умел продавать. И когда времена были хорошие в России, и российский рынок был привлекательным, они очень хорошо продавали. У них хороший нетворк. Он учился в Стэнфорде. Феликс, соответственно, работал в ДСТ там тоже. И когда мы заходили, изначально со Славой, там была хорошая сделка, потому что западные инвесторы после 2014 года захотели выйти. Выйти, причем забыть, что у них вообще... Убегали. Убегали. Да, и по сути, забудьте, даже еще доплатили. Знаете, я первый раз увидел, что компания... Фонд доплатил деньги, чтобы их просто не трогали. Вам доплатили. А стропу доплатили, чтобы дать уйти. Пару миллион долларов. Забавная история была. Компании нужны были деньги. И в этот момент мы зашли там, это по очень хорошей оценке. То есть это был даунраунд, всех стендерских инвесторов, конечно, все размыло. Мы дали компании возможность выжить и развиваться. А куда развиваться, когда 80% рынка у букинга? Компания показывала хороший рост, там очень хорошие технологии, там очень хорошая команда и культура. И это выглядит... Ну, то есть снаружи выглядит, что простой бизнес, там бронирование отеля, что там... На самом деле, что очень сложный бизнес, который складывается из сотни разных поставщиков, откуда подтягивается весь этот инвентарь. Все это надо привезти в один... Еще в реальном времени сделать так, чтобы этот инвентарь на самом деле был, когда ты продаешь человеку. Ну, в тот момент казалось, что борьба с букингом, в принципе, возможно, если есть доступ к капиталу. И это то, как они на это смотрели. Доступ к капиталу был. Когда по 14 годам доступ к капиталу стал меньше, стало бороться с букингом намного сложнее, потому что не было денег, чтобы постоянно вкачивать в рекламу. То есть B2C travel это постоянно вкачивание в рекламу, чтобы человек увидел, пришел, и, может быть, второй раз он придет без рекламы, и ты за счет этого по сути заработаешь. Но в какой-то момент то есть Феликс на самом деле молодец, он сориентировался, он создал B2B направление, которое сейчас по сути драйвит бизнес, очень хорошо растет, и то есть мы довольны. А почему компаниям, ну, самим не пользоваться букингом, или Airbnb, а нужно идти в какой-нибудь островок? Ну, потому что это не только, это они сделали B2B для travel профессионалов. То есть, по сути, агентство и крупные агентства, которые работают с корпоратами, они закупают у островка весь этот инвентарь через API или через веб-интерфейс. То есть, это не компания, то есть, то, что ты говоришь, это отдельный корпорат-продукт, есть сейчас большие компании в Европе, в Америке, которые по сумасшедшим оценкам поднимают деньги. Это именно корпорат-продукт, когда ты даешь B2C-шный продукт компаниям, и дальше они могут своим сотрудникам это раздавать, там достаточно легко выбирать политику долларов в ночь, блядь, ты можешь за 200. И вот это и есть B2B-бизнес. То есть, ты подписал агентство или несколько агентств, это считай продажа, и все, и у тебя начинает все расти. И при этом мы создали международный бренд Рэйдхок, понимая, что Россия сейчас не привлекательна, очень сложно под Россию поднять деньги, и международный бренд сейчас это тот фокус, на котором имужин-тревел концентрируется и достаточно хороший результат. То есть B2B-тревел уже за пределами? Ну, уже за пределами России. Да, конечно. Для Германии. В этом году уже там 40% выручки компаний будет не российской. А ты выбираешь вообще компании, которые тебе ну, как бы нравятся, ты видишь перспективы, потому что у всех свои какие-то способы и химия. Вот Гришин в робототехнику в одну инвестирует. У тебя есть какая-то формула, три принципа инвестирования, я не знаю? Ну, есть формула то, как надо распределять свои активы, это между активным бизнесом, инвестицией, какие-то более ликвидные и неликвидные инвестиции. Ну, а так я достаточно оппортунистик, как по-русски сказать. То есть, я вижу возможность... Оппортунист. Оппортунист. Оппортунист, да. Да, и вкладываю. Ну, мне важна команда, то есть я понял за свой опыт, что команда это, наверное, самое важное. И особенно, если ты знаешь людей, то это делает все намного проще. В связи с этим поразительная для меня инвестиция. Никто не хочет инвестировать в медиа. Нигде. Ни в России, ни за ее пределами. За редкими исключениями. Ты инвестор, насколько я понимаю, в Тит Джорнл, в Коуп. В Комитет. В Комитет, да. Который объединяет... В Коуп, в какие-то подкасты. Я таких людей еще не видела. Комитет — это, да, медийный бизнес. То, что это выглядит внешне. На самом деле, внутри это уже далеко не медийный бизнес. Это технологическая платформа, которую мы сейчас... Ну, то есть думаем, как это превращает в что-то другое. Технологическая платформа для чего? Для SaaS-продуктов. То есть B2B тоже мы думаем в направлении B2B. То есть то, что написано, тот движок. По сути, это движок, на котором написан этот журнал, на котором сейчас этот журнал, DTF и VSRU. Это движок, это платформа, которая может быть как и корпоративной внутренней платформой, так и чем-то другим. А при чем тут медийная составляющая? Зачем она? Она не при чем, просто из-за этого. Она есть. Она начиналась. Из-за этого начиналась как медийная. То есть мы были в технологиях в России. Нам казалось, что важно иметь какое-то медийное здание для какого-то там влияния. Влияния никакого нету, потому что там работают такие журналисты, которые я только рот открою меня сразу отправляют куда подальше. Как все хорошие журналисты. Да, как все хорошие журналисты. Поэтому мы начинаем двигаться вне медийное направление. Но на самом деле очень хороший, не знаю, медийный бизнес. То есть они очень хорошая команда, хорошая культура. То есть люди, во-первых, большинство людей, которые там работают замотивированные, то есть у них есть опционы, хоть мои маленькие, то есть многим людям выдали опционы, и они чувствуют себя как части этой компании. Он зарабатывает? Да. Этот бизнес? Да. Вообще в медиабизнесе 10 экс. Он себя кормит, так скажем. Он кормит себя? Ну то есть это не 10 экс. Не-не, ну мы... Нет, нет. Которых ищут... Нет, ну при выходе возможно это будет 10 экс, а может больше, потому что мы заходили... А для тебя это такая стратегическая инвестиция или ты можешь в принципе продать когда-то? Я считаю, что рано продать, потому что они еще не реализовали свой потенциал. Как медиа продавать это особо ничего не получишь. Про медиа всегда так говорят, что медиа еще не реализовала свой потенциал. Ну то есть стратегически никакой там задачи нету, но я считаю, что просто там очень талантливая команда, которая может построить хорошие продукты. Команда там классная, все ее знают и любят. А зачем тебе подкасты? Подкасты это не медиа, это контент. Это просто я вижу, куда движется. То есть я вижу, что создается некая борьба между платформами. Допустим, Яндекс, Музыка, Спотифай, Apple Music. И эти площадки, они готовы платить за контент. Это то, что делает их уникальным с учетом нынешней модели подписки. Поэтому там Спотифай купил Гимлет за 200 с чем-то миллионов, потому что у них был уникальный контент, на который люди шли. То есть ты считаешь, что сейчас как раз наступает эра контента снова? Я думаю, она уже давно наступила. Почему именно подкасты? А не знаю, так сложилось, меня познакомили с Ликой. Я просто интересовался подкастами. С Ликой Кремер? И что это можно выстраивать, зарабатывая деньги потихоньку. И не знаю, мне понравилось. Там небольшие деньги, но очень хорошая тоже команда. Мне нравится, что они делают. Я, хотя производитель контента в основном, я выступлю скептиком. Контент – это же очень штучная вещь, его очень трудно скейлить, масштабировать. И при его масштабировании на самом деле растет количество издержек на его производство. Да, твой контент сложно масштабировать. А подкастный контент не? Нет, там же не завязано на одного или двух ведущих. Там ты просто продюсируешь, создаешь шоу. Но в принципе создание контента – это такая очень ручная работа. Ну, конечно. Это креативная работа. Креативная, а потому она творческая и очень ручная. То есть невозможно сделать это вот как Facebook. То есть чтобы вдруг разом появились миллионы пользователей. Блин, это не слишком много бизнесов, которые на контенте зарабатывают большие деньги. Фильмы – это же тоже контент. Это же креативная работа. Это вот сейчас, если HBO выпускает Game of Thrones, то есть чтобы тебе посмотреть Game of Thrones, тебе нужно купить подписку HBO или о медиатеке, то есть смотря кто как разделил права. И ты, если хочешь посмотреть шоу, ты идешь и покупаешь. Вот это все, что хотят вот эти все платформы, чтобы люди, то есть чтобы был какой-то уникальный контент, за которым люди придут и подпишутся на него. То есть ты веришь, что на самом деле в ближайшее время платформы будут инвестировать в контент? Да, они уже инвестируют. Они уже инвестируют. Яндекс, Apple видел миллиард, Яндекс активно, Spotify заходит в Россию. То есть будет конкуренция. Когда есть конкуренция за контент, это всегда возможно заработать. У тебя была инвестиция в биткоин? Не в биткоин, а в сервис для биткоина. В биткоин-аналитику. В биткоин-аналитику, а потом это стало биткоин-кошельком. И я его тоже продал. Слава богу. Вот это слава богу, это как раз важное дополнение. Ты продал его в 16-м году, по-моему, на самом пике. Ну, я не помню сейчас пик. Пик, по-моему, когда биткоин был 20 тысяч долларов. Тогда я уже... Я жалею, что я не продал в биткоинах. Потому что... Хотя не факт, что я их держал бы. Ну, может быть, ты бы не продал, когда биткоины по 20 тысяч. Может быть, ты бы продал их на падение. Да. То есть, у меня был друг схем учился в Израиле. Я как раз тогда был в Израиле. Мысли какие-то о том, что создачу что-то новое всегда есть. И мы обсуждали сделать компанию для аналитики. Блок-эксплор такой. И он поехал в Амстердам, набрал команду. Мы сделали. Денег там не было. То есть, он не зарабатывал. Но тогда это никого не волновало. Никого не волновало. Но все равно была какая-то волатильность. И подвернулась возможность продать это большому китайскому майнеру, который хотел выходить на этот рынок с точки зрения консюмерских продуктов. Продал. А вообще эта тема с криптовалютами, она существует? Умерла? Существует, конечно. Огромный, огромный рынок. Серый рынок, причем китайский. Я слышал, что это китайцы огромными суммами переводит биткоины, когда все, кто там торгует на рынках, переводят деньги туда. И я думаю, что всегда останется в какой-то серии зоне. Я не очень вижу большие преимущества с точки зрения обывателя покупать себе кофе за биткоин. Я как-то что-то купил за биткоин, стоил 500 долларов. Через три месяца эти деньги стоили 3000. Я сказал, ну и нафиг, потому что не буду все покупать с биткоином, пусть лежат. Но если посмотреть на попытки социальных сетей, нельзя фейсбука завести свою валюту. Пусть сначала заведут. Еще не завели. Есть опять же Телеграм. Тоже еще не завели. Ну вот-вот, октябрь. Не факт, что опять же, Телеграм, я знаю точно, что это воспринималось как инвестиция. То есть никто не вкладывал в Телеграм, чтобы потом идти и покупать на это кофе. Все вкладываются в это, потому что считают, что стоимость монеты вырастет. То есть это спекуляция. Скорее всего, в Телеграме будет рынок вот этого, то есть внутривалютный, где, может быть, что-то купить в Телеграме. То есть, может быть, они это обяжут какими-то правилами, что рекламная крутилка должна работать через их криптовалюту. Не знаю. Если бы ты имел возможность, ты бы вложился в Телеграм? У меня была возможность. У тебя была возможность? Да. Я решил не вкладывать. Почему? Ну, потому что это спекулятивная, высокорискованная инвестиция. А венчурный капитализм, все инвестиции, разве, не высокорискованные? Ну, меньше. Меньше. Менее рискованные. Ну, то есть, это совсем казино. В моем понимании это было на тот момент, извините, по микрофону, рискованные инвестиции. Потому что ты покупаешь обещание кого-то что-то сделать через какой-то срок. То есть, это не ликвидный инструмент, это просто бумажка. При этом, я понимаю, что сложно будет им создать валюту, которая будет легко пользоваться в обиходе, потому что все-таки сейчас государство любит контролировать валюту. Никто не даст какой-то независимой валюте стать совсем большой и полностью легальной, если это не будет полностью прозрачно. То есть, Кейв-Аси, паспорта, тогда она будет сравнима с обычной кредитной картой. Я тогда не понимаю преимущества. Связано ли это с, скажем так, с твоим прошлым опытом с Павлом или нет? Нет. Павел, у него порог входа был намного выше, чем я готов был вложить. И он пошел мне навстречу, дал мне возможность вложить, я ему объяснил, что, слушай, выглядит достаточно рискованно, я не буду. Я тебя понимаю, окей. То есть, даже при всей в хорошем смысле истовости Павла и того, что он действительно очень верит в идеал вот этой свободной валюты, ты не веришь, что у него получится? Я думаю, что получится в каком-то виде, я не уверен, насколько это будет широко использовано или легально. Если Россия вдруг запретит Телеграм и заставит Apple удалить из App Store приложение, то Apple ничего не может сделать, кроме как согласиться. То есть, на самом деле, у государства есть большие рычаги с точки зрения вот этих платформ Google, Apple, и они достаточно охотно идут навстречу законам. То есть, они не хотят нарушать законы в тех рынках, где у них большой бизнес. Соответственно, Apple, если придет от государства претензия о том, что вот эти положения здесь в России нелегальны, то они их закроют или уберут. У нас, как бы, с одной стороны это запрещено, а с другой стороны все используют. Почему ты тогда думаешь, что кто-то когда-то это запретит? Ну, просто такая двойная мораль. когда сильно... Опять же, не пошли на... Никто к Apple пока не ходил с вопросом о закрытии Телеграма или не дать возможности обновлять приложение. Я думаю, что они сложно будут изъять у тебя с телефона Телеграм, но могут просто не дать возможности обновлять его. Ну, видимо, пока сильно не нужно. Раз уж мы заговорили на такие немножко регуляторные темы, вообще на твой бизнес должен был хорошо повлиять закон о хранении данных в России. Обязательно. Как ты вообще к нему относишься? Он полезный, вредный? Я думаю, что он логичный. Я знаю, что во многих странах мира такие законы есть. Например? В европейских. То есть уже появляются законы во Франции, что нужно хранить какие-то данные. То есть все начинают достаточно чувствительно относиться к данным своих граждан, пользователей. А что меняет, что мои данные находятся в России или не в России? Что меняет? У кого к этому есть доступ? Я не знаю, насколько он практичен или насколько это просто было сделано в качестве инструмента какого-то. Вот инструмента чего? Не знаю, предъявить кому-то, что вы не выполняете закон. Я имею в виду, есть ли у этого вообще какой-то другой смысл? Кроме казуистического, кроме инструментального. Ну, я думаю, что сохранность данных, в принципе, если она правильно, то есть это, ну, логично, что государство хочет сохранить данные своих граждан внутри страны. Логично. Из чего это? На чем это логика? Интересы государства. То есть интересы, то есть есть же какие-то интересы государства. А как интересы государства, связанные с данными о моем тревеле, и как я букирую гостиницу, например? Ну, как-то букирую гостиницу, наверное, не связаны, но все-таки, когда государство воспринимает другое государство в качестве, ну, то есть когда рассматриваются разные сценарии, да, вражеские какие-то, то, имея данные населения, можно как-то использовать это против той страны. Ну, то есть он не нарушает, с твоей точки зрения, ни принцип здравого смысла, ни фундаментальный. В том, что он не нарушает, но это уже невозможно. Считаешь, то есть хранить какие-то данные одни, то есть мои или твои данные только в России, это уже нереально. В связи с этим твой бизнес, которым ты, в общем, day-to-day управляешь, он в росте, ты бы скорее от него как бы рассматривал как инвестицию. Ты про Selectel? Да, про Selectel. Все-таки это же твой основной бизнес, в котором ты работаешь. С точки зрения интереса это Selectel и Островок. Selectel я погружен больше, потому что мы создали его, я был генеральным директором после того, как я продал ВКонтакте и до сих пор понимаю очень активное участие, хотя там есть свой гендиректор. Бизнес очень хороший, на самом деле количество данных постоянно растет, бизнес растет. За последние пять лет он рос 40-50% в год. Бывало год, где 80%, ну хостинг направления росло 80%. То есть компании все-таки исполняют требования сохранить данных. Я не сказал, что именно связано с законом о хранении данных. Большая часть была связана именно с ростом курса доллара, потому что многие использовали там Amazon веб-сервисы, какие-то другие западные, и они просто стали намного дороже в рублях. Поэтому наши цены стали более привлекательные. И плюс наличие инфраструктуры внутри России близко к пользователям, это имеет значение для определенных сервисов с точки зрения latency – это задержка передачи данных. Ну то есть и количество данных, размер данных, фотографии, ну то есть все растет постоянно. То есть какая-то дигитализация бизнеса происходит, и у нас достаточно большой рынок, и поэтому мы растем. Я хотел тебя сначала спросить про три твои самые успешные инвестиции. Я вот так посмотрел, опять же, по каким-то открытым данным, мне показалось Playroom, Meta, которую семья от Сукербергов купила, и вот этот блокчейн. Но это не самое успешное. Не самое успешное. Вконтакте это самое успешное. Но Вконтакте не считается. Слушай, на самом деле мало, не так много у меня прямых инвестиций, много через фонды, которые достаточно хорошо дают хороший результат. Ну и плюс у меня есть публичное портфолио компаний, которые я купил какое-то время назад и не трогал, и хорошо выросли. Ну это все известные Apple, Amazon, какие-то еще есть компании. А, просто в самые голубые фишки мирового масштаба. И ты в плюсе. Да. Они очень сильно выросли за последние пять лет. Даже больше. Последние попытки оценить сколько ты заработал, делал тот самый деловой Петербург, с которого все началось в 2016 году. Я не знаю, что случилось с ними потом. Вообще не знаешь, откуда берет данные из Белого Петербурга. Они насчитали тебе 25 миллиардов рублей или 400 миллионов долларов примерно. Это похоже? Ну, это чуть завышено. Это близко, но завышено. Блиц. Вконтакте это твоя большая ошибка, большая удача или все вместе? Большая удача. А как насчет ошибки? Самая большая ошибка с Вконтакте связанная? Нет, вообще. Честно, не отвечу на этот вопрос. Хорошо. Что за ошибка все-таки во Вконтакте? Самое главное. Что мы не сохранили то партнерство, которое у нас было. и те отношения, которые у нас были. Я считаю, что мы были хорошей командой и мы могли бы, наверное, построить тоже хороший бизнес. Если сейчас не смотреть на политическую ситуацию, то как сам рынок поменялся, то нам было интересно мне, по крайней мере, работать и с Пашей, и со Славой. Вообще, теоретически хотя бы когда-нибудь возможна ситуация, что вы окажетесь вместе в каком-то проекте? Теоретически всегда есть такая возможность, но я не думаю, что это случится. У Паши сейчас есть Телеграм, я не думаю, что он будет заниматься чем-то другим в ближайшее время. Входи в Телеграм. Есть ли кто-то из бизнесменов, кто является для тебя таким примером для подражания или человеком, который как-то тебя вдохновляет? Слушай, я всегда смотрю на бизнесменов, то есть тех, которые я их не знаю лично, они вроде вдохновляют, Фридман мне очень симпатизируют. Он тебе или ты ему? Или вас взаимно? Нет, он меня не знает. Мне нравится Фридман. Чем? Тем, какой бизнес он построил в России, тем, как он продолжает в России развиваться, инвестировать, умеет сохранять, разделять политику и бизнес. Мне нравятся те люди, с кем я работаю, у каждого есть что-то свое. Феликс, я у него постоянно что-то учусь, Игорь Дима, Бухманы тоже, я у них постоянно что-то учусь, они, конечно, уникальные. Влад Цыплухин. То есть мне нравится, то есть я могу сказать о тех, с кем я, в принципе, знаком и общаюсь. А чем тебя вдохновляют Бухманы? Просто их подходом. Их подходом к делу, насколько они могут сфокусироваться и закопаться на определенной проблеме и добить ее всякими путями пока они и найти правильное... Не развинтят ее, по винтику. Как сказали Игорь и Дима, лучше правильное решение, чем быстрое решение. Это у вас даже цитата была, я помню. И то, как они задают вопросы, есть чему научиться. То, как они собирают информацию, когда им что-то нужно. Их фокус – это то, что мне нравится, то, что мне, наверное, не хватает, с учетом того, что я просто инвестирую во много компаний, и то, что мне не хватает с тех пор, как я стал менее вовлечен в операционную деятельность. Это то, к чему, наверное, мне хотелось бы вернуться, потому что это помогает тебе развиваться. Когда ты не сфокусирован, и у тебя много всяких вещей, ты ничего не изучаешь углубленно. То есть ты подумываешь о том, чтобы вернуться в предпринимателя, в фаундеры? Ну, в фаундеры или какую-то занять операционную роль в одной из компаний, где у меня там существенная доля. А есть мысли в какую? Есть. Ну, там их две крупные в России. Ну, в смысле «Островок» и «Селектэн». Да. Я много времени проживу с Феликсом, и я задумываюсь о том, чтобы принимать более активные участия. В какой стране на самом деле ты живешь? Я сейчас живу в России. Сколько времени примерно в августе я переехал? Переехал из? Из Лондона. Из Лондона. Почему? Вообще тренд обратный. То есть многие бизнесмены наоборот. Как бы после продажи ВКонтакте теперь мне хочется. И там... И что, не понравилось? Нет, мне не понравилось. Ну, то есть Лондон понравился, он замечательный, но я не хотел бы там жить. Мне сейчас интереснее жить здесь. Мне интересно общаться с теми людьми, с кем я работаю. Я все-таки смотрю на Россию, как на рынок, на большой рынок, и смотрю в долгосрочной перспективе. То есть если смотреть на в долгосрочной перспективе, то, конечно, надо... То есть можно сюда не приезжать, да, или не инвестировать. Но рынок огромный, много людей, и здесь есть... То есть когда все боятся и убегают, есть возможность вкладывать. А ты уморный человек. В принципе. Ну, там просто было скучно. Теперь сейчас нужно как-то разноваться. Многие говорят, что Россия со своими всего 140 миллионами это маленький рынок на фоне Китая, Индии, Америки. Ну, все равно в таком рынке может быть свой какой-то игрок, чемпион, где можно зарабатывать хорошие деньги. Это потому, что ты хорошо знаешь, как здесь устроено? Ну, мне, наверное, здесь проще, потому что я... То есть, во-первых, есть какое-то имя, есть какой-то опыт, и... Ну, да, мне, наверное, легче, чем иностранцу было бы здесь. Я имею в виду, я имею в виду, что тебе здесь легче, чем где бы то ни было еще, а не в смысле, что... Да, да. То есть, несмотря на... Ну, мне приятенную людскую школу, канадский университет и жизнь в Лондоне, все равно недостаточно тех конкурентных преимуществ. Нет, достаточно. Можно было делать бизнесы в Израиле, и... Ну, мне просто нравится... Во-первых, с нуля делать сложно. То есть, я выбыл... Я считаю, что сейчас у меня есть какие-то активные бизнесы, которые достаточно большие и хорошо развиваются, и... То есть, я не хочу распыляться куда-то в другое место, прежде чем я не добьюсь какого-то результата здесь. Как только я продам там эти бизнесы, или там... Ну, будет возможность приключиться на что-то другое, я это... То есть, дальше уже буду думать, делать это в России или не в России. Но мне нравится, что есть какое-то конкурентное преимущество в России, почему и мне воспользоваться. Когда ты говоришь, в России надо, ну, долго жить, долгосрочные инвестиции рассматривать, какой временной промежуток ты имеешь в виду? Ну, 10 лет. Больше даже. А что изменится через 10 лет? Не знаю, но рынок точно никуда не денется. Люди-то не... Ты говоришь, сейчас все бегут? Да. А... Ну, на самом деле, через 10 лет... Ситуация стабилизируется, все как бы, все циклично. В смысле, экономические... Ну, экономические ситуации, рынку, там, покупательская способность. То есть ты веришь, что и интерес инвесторов вернется лет через 10, и люди начнут жить лучше? Потому что в последнее время тренд отрицательный. Ну, может быть, сначала сильно плохо, но лучше точно будет. А ты ожидаешь, что будет сильно плохо? Опять? Инвестор должен смотреть на такие вещи. Да, но поэтому мы... Как бы я достаточно... То есть агрессивно совсем себя не веду с точки зрения разбрасывания денег и инвестиций. И опять же, есть... То есть Selectel — это бизнес, который достаточно стабильно будет работать в любое время. То есть последнее, от чего будут отказываться бизнесы, это их IT-инфраструктура, особенно если от нее зависит. Тут я не беспокоюсь. То есть если он перестанет расти, он будет просто приносить нам деньги. Значит, с точки... Что касается островка... Островка... Imagine Travel, Феликс мне постоянно ругаешь, я называю островок. Опять же, есть стратегия выходить на международные рынки. И это у нас получается. Я считаю, что как только международная выручка станет больше российской, то на нас будут смотреть по-другому. Мы открываем офисы за границей, в европейских странах. И... Ну, а в России просто... То есть в России сейчас головной офис, разработка. И это, я думаю, что всегда останется так. Здесь очень талантливые разработчики и грех этим не пользуются. Я считаю, что это огромное преимущество перед зарубежными компаниями, если мы можем использовать российских разработчиков для создания продуктов. Талантливые и недорогие. Вопрос, чему нужно учиться, где и когда. То есть учиться нужно постоянно, что бы ты ни делал. Это такая уникальная способность. Я над этим тоже работаю, она не всегда есть. Это учиться над исходя из твоего опыта. То есть ситуации разные, моменты. Ты всегда должен как бы стараться не наступать на те же грабли дважды. Учиться нужно, фокусироваться. Я вот в этом прям стал сильно убежден, что фокус сильно помогает тебе становиться лучше. Если говорим просто про онлайн-образование, очень хорошо сейчас развито очень много интересных курсов, конференций, где можно научиться конкретным вещам, например, продакт-менеджменту, маркетингу, аналитике. И учиться можно у людей, с кем ты работаешь. Те, кто знает что-то лучше тебя в какой-то определенной сфере. А есть какой-то поразивший тебя в последнее время курс, книжка, я не знаю, открывшееся знание? Открывшееся знание. Слушай, я его еще до конца не прошел, но мне очень понравился курс про продукт-менеджмент, потому что Go Practice Олега. Я всегда хотел научиться строить продукты. То есть я всегда, когда пользуюсь каким-то продуктом, нахожу, что с ним не так. И мне хотелось бы рано или поздно создать какой-то свой продукт. А инвестору и человеку с таким опытом не вредно? Я же говорю, что я инвестор по неволе. По неволе, да. То есть я бы с удовольствием занимался развитием продуктов. Ну то есть даже человеку, у которого был опыт генерального директора, инвестирования, раннего инвестирования и фаундерства, все равно не вредно поучиться продукт-менеджменту. Да, не вредно. Потому что я не продукт-менеджер, я никогда этому не учился, а это определенная конкретная работа. И мне не очень нравится управлять большим количеством людей, поэтому я, наверное, не был бы хорошим гендиректором уже в большой компании. Но мне нравится работать с маленькой группой талантливых людей или с маленькими командами. И последнее. Рецессия будет? В мире. Анцикличная она всегда происходит. Скоро? Анцикличная. Можно подготовиться? Можно. Ты имеешь в виду, куда вложить или как к этому будет готовиться? Да, как к этому подготовиться. Ну про это просто сейчас много разговоров. Я стараюсь сейчас в активы, которые считают достаточно высоко уже оценены, сейчас просто не вкладывать. То есть немножко продавать или собирать то, что возвращают там фонды и ждать, когда будет хорошая возможность заходить. Ну знаешь, что вопрос... Рецессия будет. Потому что много о ней говорят. Это все циклично. То есть этот цикл рано или поздно закончится и будет рецессия. А потом будет снова. Но в итоге все. Если иметь 50-100 лет горизонта планирования, то все продолжает расти. 100 лет довольно сложно иметь. Но надо тоже об этом думать. Все-таки есть дети, поколения. хочется научиться об этом думать. Так, по крайней мере, западные инвесторы в семьи, они думают о своем богатстве поколениями. А не вот в момент моей жизни. А ты думаешь о себе, так сказать, о поколениях, о детях? Да, да. Круто. Не знаю, получится или нет, но думаю. Спасибо. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова